Всем привет, это YouWebDesign. Сегодняшний обзор будет на премиум тему для WordPress. Называется она One. Разработчика THB Themes, или как они раньше назывались, The Happy Beat. Это ребята из Италии. Именно на их теме, вот на этой теме One, мы делали наш нынешний сайт YouWebDesign.ru. Мы его скоро, конечно, переделаем, но на эту тему все равно стоит сделать обзор. Она очень здоровская, отвечает куче нужд, и если бы не нужда очень сильно все кастомизировать, то мы бы, наверное, с нее не ушли, мы бы ее просто немного улучшили с помощью Child-темы, но об этом поговорим еще чуть дальше. Вот так выглядит страница на ThemeForest. Она 58 долларов сейчас стоит. По-моему, когда я ее покупал, она стоила 56. Тут вот написано, что она у меня есть. Вот. One. The Creative Multipurpose Portfolio Theme. То есть, ну, кроме того, что сейчас все премиум-темы они у нас предоставляют портфолио, ну, все не все, но большинство, эта тема, она еще куча всего другого нам предоставляет, если здесь все эти кнопочки пропустить. У них, кстати, есть видеогайды, которые тоже уже доступны. Если я в этом обзоре что-то не договорю, а я, скорее всего, так и будет, то можно там еще посмотреть. Вот. Awesome and Modern Website. То есть, четыре портфолио-лайаутс. Сразу забегая вперед, у них есть плагин, с помощью которого... Ну, плагин, который вместе с темой прямо шипится, его можно включать-выключать, который позволяет сделать кастом-пост-тип портфолио и не париться с собственным каким-то портфолио, которое вам придется надстроить. Здесь это уже есть все по умолчанию. Два стиля меню, ну, это понятно. WooCommerce Ready это тоже сейчас такой стандарт де-факто, но, тем не менее, приятно. Page Builder. Одна из самых таких, наверное, мощных фич One и, в принципе, всех премиум тем. То есть, это вот этот Page Builder, в котором с помощью drag-and-drop можно прям переносить, создавать какую-то страницу. Тоже дальше покажу. Еще одна из киллер-фичи One, это то, что с ней включен плагин Layer Slider, который... Тут вот написано 18 долларов, он сейчас подешевел до 17. Трендинг тоже. Очень классный плагин. Это такой слайдер, в который можно добавлять там что-то порядка каких-то 200, ну, вон, да, 200 видов транзишенов, параллаксов. То есть, там очень много вариантов анимаций. Каждый слайд это, естественно, не дай бог не флеш, это прям такой HTML-кусочек, на котором можно располагать там заголовки, картиночки, между их двигать все по наведению, там, по перелистыванию. В общем, это такое ультимейт решение для создания слайдеров. Здесь оно все включено прям в тему One. Я не знаю, я не пробовал ее как-то из сурсов достать, чтобы подключить в другую какую-то тему, но это и не нужно, если можно и отдельно его купить для таких целей. То есть, вот, что касается этого, здесь очень крутая поддержка. Здесь вот они сказаны, thbthemes.com. Я, наверное, за все время пользования их темами, я думаю, больше, чем полгода это было, написал порядка 10-15 тикетов. Они отвечают в течение суток и практически... Ну, то есть, мало того, что они апрувят тикет, они еще на него сразу же отвечают, и в 99 случаев они мне и помогли. 1% случаев, когда они мне не помогли, это когда я очень сильно сам тему кастомнул, прям сурсы. Ну, потому что мне нужно было там немного обойти систему и в WooCommerce страницах добавить сайтбар там, где его не надо было добавлять. Мне отказали в поддержке из-за того, что я, типа, изменил стандартную тему, но это и не нужно было, потому что я уже сам разобрался. То есть, здесь вот даже мой отзыв, они в картиночку сюда впихнули, One Day Go, хотя это уже больше там полугода назад было. Классная штука. Здесь все фичи, Style Customizer, Fully Translatable. В общем, все как в обычных премиум темах. Давайте посмотрим демку. Я ее на Firefox показываю, потому что у меня компьютер старенький уже, и на веб-китовых браузерах Parallax немного подтормаживает. Здесь работает очень классно. Ну, а на моем рабочем компьютере, который Windows PC, там, конечно, даже на E очень плавно все идет, потому что, ну, там видеоресурсов чуть побольше, процессор получше, поэтому вопросов не остается. То есть, вот можно сразу сделать Full Height Slider, то есть, во весь экран. Он работает как на Touch Event, то есть, вот я сейчас мышкой зажимаю, перелистываю, так и по стрелочкам, так и по клавиатуре. То есть, здесь все, что угодно можно сделать. Кнопочки добавить, видео поставить вместо картинки. Это все сколько угодно. Что касается вот самого тела, то тут как раз с помощью Page Builder можно построить любой лайаут, который есть из уже готовых блоков, которые нам предоставляются. Разделить все вот это на секции. У каждой секции сделать отдельный фон. Это все легко. Вот это то портфолио, о котором я говорил. То есть, здесь его можно как отдельный блок тоже встроить, и элементы будут вот таким гридом показываться. Последние посты, вот у нас сейчас так на главной, на YouTube Design, несколько постов. Ну, тут контактные формы. Это все, естественно, включено. Контакт форм 7 поддержка. Можно сделать Alternative Header. Это вот это вот меню чуть-чуть другое. И есть еще Boxed Layout. Я не совсем понимаю, зачем его нужно использовать. То есть, вот на Full HD экране у вас будет что-то подобное. Ну, наверное, когда-то дизайн диктует вам такие нужды, на One это тоже можно сделать. Что касается блога, здесь все стандартно. Или вот такой блок. Блог с сайдбаром, естественно, можно. И популярный нынче Masonry-блог тоже здесь поддерживается прямо из коробки. Он достаточно неплохой. Можно поставить, чтобы AJAX-ом подгружались посты. То есть, не постранично, а как это бесконечный скроллинг. Вот это тоже есть. Портфолио вот в нескольких вариантах. То есть, Grid ABC. Можно также, по-моему, подгружаться, чтобы AJAX-ом он добавлял новые, какие-то навигации между ними осуществлять. И на сингле можно делать слайд-шоу. Слайд-шоу из картинок, слайд-шоу из видосов, комбинировать между собой. Делать текст описания слева-справа. То есть, здесь это в демке все не показано, но там возможности кастомизации на самом деле бесконечное количество. И вот, что касается Page Builder. Сейчас я зайду сюда. Features. То есть, всю страницу можно условно разделить вот на такие секции. В ней есть ряды, в ней есть блоки. До пяти колонок можно использовать. Или до шести. Сейчас посмотрим. Colonies. Вот это здесь. Да, вот до пяти. Абсолютно с разными какими-то штуками. Их можно сделать в края, не в края. То есть, отдельную какую-то секцию можно сделать, чтобы она вот этот вот boxed-контейнер не соблюдала. Я не знаю, есть у них это в демке или нет. Должны были сделать. Но, в общем, такое есть. Сейчас давайте посмотрим, как это выглядит уже у нас. То есть, когда мы устанавливаем эту тему, естественно, рекомендуется все кастомизации делать в Child Theme. Они прям предлагают небольшой sample Child Theme. То есть, вы накатываете сам One, накатываете Child Theme, все делаете в ней, потом просто обновляете One, когда выходит новая версия, и никакие ваши изменения не рушатся из-за этого. Это прекрасная практика. Всегда нужно так делать, не только на премиум-темах, но и с помощью каких-то фреймворков. То есть, для Genesis то же самое все нужно сделать. Вот One Child Theme, версия 1.0. Но, что касается списка изменений, то вот здесь все указано, какого числа тема выходила. Здесь вот сейчас последняя, 14 ноября. Я, кстати, это перевел. То есть, вот русский перевод — это мой, мои классические печатки. Ну и на самом деле, уже он немного устарел. То есть, я переводил еще какую-то там версию 1, я не знаю, 5, может быть, даже нет, 1.4, 1.3. И с тех пор они добавили большое количество метабоксов всяких, которые уже не переведены, переместили предыдущие, поэтому перевод уже съехал. Но, как бы то ни было, это и то немного прикольно. Здесь есть вот такое меню настройка темы, в которой все основные штуки. То есть, во всех премиум-темах, как вы знаете, есть вот такое какое-то меню, там во внешнем виде, или оно в настройках где-то указано, где можно мышкой, что называется, напрограммировать большое количество всяких вещей. То есть, вот копирай текст, то что в футере, альтернативная RSS-лента, я здесь даже не буду все показывать, логотипы, ретина, не ретина, FW-коночки, тач-иконки, все это здесь есть, расположение, то есть, можно поменять количество колонок в футере, ну, в толстом футере, естественно. Посмотреть там, где логотип, вот это все посмотрите обязательно, если будете брать, посмотрите видосы, которые на ThemeForest у них приложены, там они очень медленно это все показывают, но вариантов здесь куча, я остановлюсь, наверное, только на том, что здесь есть, как в любой премиум-теме, свой CSS, свой JS, то есть, здесь у нас кастомно-то порядка 350 строк CSS-кода, на некоторых проектах у нас до 2000 это доходило, потом мы это уже переносили, естественно, во внешний CSS-файл, потому что вот это, оно инлайново во всем, на всех страницах, просто в хедере лежит, вот тут JS, то же самое, Google шрифты, то есть, подключать можно не только Google шрифты, мы вот Typekit подключили, просто ID-шничек сюда ввели, и у нас в кастомайзере эти шрифты появились, сейчас покажу. помощь по теме, здесь опять же сказано о том, что можно получить саппорт, немного видео-туториалов, frequently asked questions, то есть, очень-очень хорошая поддержка у Happybit, то есть, это не единственная тема, которую я у них брал, прям все супер на высоте, настройки фреймворка, здесь можно добавить пользователей, у которых есть особые права, дополнительные, тут сжимать фронт-энд скрипты, это уже такие вещи, сугубо, я не знаю, технические, ну, короче говоря, это все уже более или менее опытные ребята, которые работают с WordPress-темами, уже делают сами, но можно здесь тоже чуть-чуть как-то что-то сделать, вот логотип для страницы входа, у нас, по-моему, вообще другим плагином это делается, логин PHP, так, сейчас я редирект сотру, ну да, то есть, вот у нас здесь вот так красивенько все кастомнуто, но я, по-моему, это плагином кастом логин просто делал, там, намного лучше API, все настройки вот эти можно сохранить для переноса, то есть, экспортировать, импортировать, в файл THB backup расширения, то есть, это именно для их каких-то тем, можно экспортировать, перенести всю тему, если вы переносите прям, ну, не всем скопом, то есть, мы, по-моему, делали, у нас на канале есть ролик о том, как перенести свой сайт WordPress-овский с локалки на хостинг, или там с одного хостинга на другой, сессия стекла, плохо, что из стекла, сейчас заполним, да, и потом это импортировать уже в другом какой-то своей установке, и все будет хорошо, установить плагины, то есть, те плагины, которые рекомендуют устанавливать, как я уже говорил, у Prepacked есть THB портфолио Layer Slider, который уже прямо с ними вместе есть, и поддержка Contact Form 7, Recent Tweets, Widgets, WooCommerce, BBPress, все это присутствует в этой теме, и как только вы накатываете эти плагины, их настройки появляются в настройке темы, это все прям здоровски очень интегрируется автоматически. Настроить, то есть, они в Customizer, в дефолтный WordPress, вски через API добавили много всего, то есть, логотип, какие здесь шрифт, если логотип не изображение текстовое, то можно менять шрифт, которым это будет указано, стиль, тема, здесь тоже шрифты, цвета небольшие, описание, ну и навигация тоже, на какой кусок навигации, какое меню добавить, то есть, здесь никаких проблем. С виджетами, у них есть несколько областей виджетов, то есть, если говорить о колонках в футере, то вот они есть, ну и сайт бар для блога, для архивов, добавить какие-то другие, тоже не составляют труда, дефолтных виджетов они никаких не предлагают, но это и не нужно, потому что никаких проблем с этим нет, добавили, functions.php сами для себя писали, дописали. Так, что касается уже каких-то углубленных вещей, я сейчас немного остановлюсь, то если посмотреть сурсы, ну вот так вот выглядит functions.custom, это у меня какой-то здесь на локальном компьютере есть, тоже one, я что-то экспериментировал, можно вон фильтры, экшены всякие дописывать, и чтобы изменения производить уже непосредственно из кода. Что касается экшенов, они добавляют, как любой приличный фреймворк, то есть у них, сейчас я по файлам покажу, это все темы, у них схожий фреймворк, они THB фреймворк назвали, как это несложно догадаться, который добавляет очень много всяких экшенов, то есть если здесь в хедере мы посмотрим, допустим, THB что скорее всего здесь какой-то экшен используется, если мы в сурсах пороемся, то вот в helpers, helper frontend, здесь вот THB header before делает do action THB header before, но это несложно догадаться, что если вы работаете с вордпрессовскими хуками, то есть экшенами и фильтрами, то на этот экшен можно повесить все что угодно, то есть мы вот в эту область можно любые свои тексты и какой-то виджет дописать, если хотите, я не имею в виду вордпрессовский виджет, я имею в виду какое-нибудь напоминание, типа там пройдите наш сервей, как по-русски опять забыл, quiz, пройдите тестирование, короче говоря, вот там наш новый продукт, ну знаете все эти нотисы, которые сверху на сайтах пишутся, вот это все можно здесь везде добавить, в зависимости от того, THB body start, THB head meta, то есть можно именно для вас разработчики предусмотрели большое количество дефолтных хуков, которые можно использовать, то есть фильтры тоже есть, если мы посмотрим, то по apply filters посмотрим в сурсах, где-то я здесь приготовил, так, apply, вот да, add menu, add menu classes, то есть можно добавлять свои классы меню, если этот фильтр написать, ну в общем вы умеете работать с фильтрами, мы когда руки дойдут, естественно, тоже записываем большой курс по WordPress, как им пользоваться, потом будет курс по Genesis, это все-таки эти далекие планы, но они есть, и я больше чем уверен, что в какой-то момент все это реализуется, и будет очень даже круто, сейчас пока вот нужно сам сайт наш переделать, с работой немного разобраться, но это так уже, лирика, поэтому, как и с любой темой, с любым фреймворком, просто смотрите в сурсах вообще, что есть, то есть one, и у них здесь конфиг, то есть у них здесь куча конфигов пинчпишных, которые они между собой собирают, смотрят там все настройки, дефолтные их значения, фреймворк, тоже lib, languages, resources, templates, можно это все смотреть, то есть всегда, если чем-то решили надолго пользоваться, смотрите сурсы, думайте, как с этим лучше работать и получайте от этого максимум, то есть я советую прям всем для покупки вот эту тему one, она, ну, кстати, о вукомерсе, шоп там не то, чтобы, не сказать, чтобы уж очень такой кастомный, но для какого-то небольшого магазинчика мерчендайза можно категории тоже там добавить, в принципе получится очень даже неплохо, сингл вот такой, ну, с forums я никогда не работал с BBpress, но я слышал, что в принципе неплохое решение опять же для каких-то саппорт в форумах или чего-то такого небольшого, поэтому да, подписывайтесь на канал, смотрите наши другие видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наши другие соцсети и пишите нам отзывы на iTunes, всем удачного дня, пока. торопился на обед, что забыл записать про пейдж билдер, вот так он выглядит, то есть сейчас на примере нашей главной это рассмотреть, то у нас там все из нескольких блоков тоже состоит, основной контент остается пустым, как это не странно, так, это CEO, вот здесь вот такие настройки, то есть какие хедеры, где какой параллакс и так далее, у нас с помощью слайдшоу вот эта штука сделана, потому что только там можно кнопочку добавить, но это такие же детали частности, добавить изображение, добавить видео, я когда это переводил, еще не было таких вот больших блоков, я бы как-то поменьше эти текста сделал, но уже так новый перевод им отправлять как-то уже лениво, неохота, я тогда думал, что они мне за этот перевод тему подарят еще одну, но не подарили, пришлось что можно теперь менять, что если у нас основной контент тоже есть, то вот этот большой блок, который мы сделали в билдере, где он будет, то есть все состоит из вот таких вот секций, у нас в данном случае все в одной секции сделано, чтобы лишних отступов не было, но если вернуться к демке, то эти секции нужны для того, чтобы разные фоны добавлять, то есть вот здесь вот это отдельная секция, у нее вот такой фиксированный фон, чуть-чуть белый оверлей, чтобы было как бы это все прикольненько, вот это тоже отдельная секция, у нас на главный это не нужно, поэтому вот, мы добавляем ряд, у нас все тоже это в один ряд, в 3D это точно для отступов, у нас мы минимум отступов хотели видеть, поэтому вот так, и как видите здесь текстовые блоки несколько штук и блок, то есть если мы здесь добавим, то стандартных блоков очень много, я на всех не буду останавливаться, у них у каждого еще там большое количество настроек, то есть ну это просто не объять, но остановлюсь на основном, это текстовый блок, он будет наверное составлять 90%, ну хорошо, не 90%, 60%, 70%, 80%, того из чего вы будете скорее всего делать это все, и текстовый блок у него есть несколько, вот расположение, как он примерно будет выглядеть, стиль заголовка, то есть там размер, расположение, иконка, то есть можно выбрать из нескольких дефолтных иконок, я знаю, какой-нибудь фонтелло, фонтосом, что-то, или может быть их the happy битовский какой-то шрифт, который они сами для себя собрали, но здесь большое количество стандартных иконок, цвета, и если вас они не устроили, можно изображение всегда залить, чтобы вот на вот этих вот крестиках, квадратиках с крестиком, вот будет ваше изображение, не иконка, контент, заголовок, подзаголовок, контент, здесь, оно все пропускается через фильтры, то есть если вы оэмбед, какие-то вещи, которые привыкли в вордпрессе вставлять, то есть просто там саундклаудовский трек с ссылкой, то он это словит, и на самом сайте уже покажет iFrame, который автоматически добавится, то есть кнопки можно добавить, их несколько, primary, secondary, ну и так далее, то есть вот такой вот page builder, он достаточно гибкий, то есть если я сейчас здесь добавлю ряд, то видно, что можно вот так пять колонок добавить, можно их убрать, какую-то сделать одну четвертую, еще одну сделать одну четвертую, это там одну треть, то есть вот варьировать в бесконечном количестве комбинаций, тут уже только ваша фантазия и креативность, так что вот надо было дозаписать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok